Сицилия – воистину рай для тех, кто хочет совместить приятное с полезным. Здесь можно насладиться архитектурными памятниками Древней Италии и разнообразием природы. Незабываемым станет и отдых на море на Сицилии – белый песок, чистейшая вода и активные виды спорта для любителей экстрима. Что собой представляет Сицилия, где лучше отдыхать? Один из плюсов – разнообразие представленных видов отдыха. Любителю интеллектуального отдыха лучше выбрать место рядом с крупными городами. Палермо – столица Сицилии, богатая своей историей. Ее объятия открыты для туристов с мая по октябрь. Старинные замки и дворцы порадуют любознательных путешественников. Нужно быть готовым к улицам и кварталам, наполненным лабиринтами, по которым придется передвигаться. Это удивительный город с неповторимым колоритом. Но если темперамент местных жителей утомил, пригороды Монреали и Корлеона изучены, а все архитектурные памятники осмотрены, есть простое решение. Можно отправиться в пригород на автобусе или взять машину на прокат. В 13 километрах от столицы находится небольшой песчаный пляж Монделла. Обязательное для посещения место Эричи, вблизи Тропании, не оставит никого равнодушным – 700 метров над уровнем моря. Дух Средневековья – исторические объекты и аутентичная атмосфера. Интересуясь природой Италии, отправляйтесь в заповедные места, резерва Делла Дзингера порадует флорой и фауной. А раскинувшаяся панорама лазурных бухт Костелла Мари Дель Гольфа или Скопела гарантирует красивые фото в поездке. Катание. Где отдыхать на Сицилии? Катание – чудесный древний город у потухшего вулкана. Остановившись здесь, можно побывать в Таарминии и Мессини, прогуляться у подножия вулкана Этны. На автобусе, или поезде, добираются до Сиракузы и Рагузы. Можно посетить центральные места острова. Город Энна, находящийся в самой высокой точке Италии и открывающий широкую панораму. Второй, по высоте, Кальтаниссетта, раскинувшийся на пологом склоне Сан-Джулиана, понравится тем, кто ищет следы первых поселений человека. На заметку. На пароме легко добраться до Пьяцца Армерины, вместившей в себя нормандские улочки, дух средневековья и праздничное настроение. Сиракузы. Город, удобный для передвижения по Сицилии. Можно легко попасть в Катанию и Таармину, посетить Этну, полюбоваться долиной Вальдинота, продолжить свое путешествие в Модику и Рагузы, посетить Шикли. Но и сам город, несмотря на свои небольшие размеры, не оставит никого равнодушным. Сердцем города является Артиджия, центр, сохранившийся нетронутым многие века. За городом есть оборудованные песчаные пляжи. На побережье самого города в большинстве случаев обрывистые берега, а дно покрыто камнями. Зато любителям дайвинга понравятся красивейшие бухты и подводные пещеры. Если по душе спокойный отдых на берегу моря и цель – провести в море как можно больше дней, то можно посетить лучшие места – Чефалу, маленький городок у скал вблизи Палермо. Здесь находятся песчаные и песчаногалечные пляжи, хорошая инфраструктура, аттракционы и развлекательные заведения, широкий выбор жилья. Дорога не вызовет трудностей – ночной поезд, автобус или автомобиль к услугам путешественников. В отличие от других городов Сицилии, на пляжах Чефалу есть бесплатные участки, что привлекает туристов. Тармино – город с панорамой на вулкан. Идеальное место для художников и эстетов всех мастей. Сообщение с катанием осуществляется автобусом и поездом, Тармино – по канатной дороге. Местные пляжи покрыты галькой – из Алабелла, Моцаро. Где лучше отдыхать на Сицилии с семьей в сентябре. Поселок Джордини Наксос порадует замечательными песчаными пляжами с удобным входом в море. Сюда ходят электрички и автобусы. В жарком июне или бархатном сентябре вы можете провести тут незабываемые дни. Манделла Сицилия. Описание – пляжный отдых Сицилия с детьми – это настоящий рай. Многие годы большой популярностью пользуется Северное побережье. Туристов привлекает обилие песчаных пляжей и близость древних городов. Основные курорты Северного побережья острова для отдыха – Сицилия с детьми, семьей, куда поехать. Пляж на Терренском побережье номер один – это Сан-Витало-Капа, находится невдалеке от города Палермо, 10 километров. Добраться до него можно на автобусе и машине. Здесь замечательно все бирюзовая вода и белая полоса песка длиной в трех километрах. Единственный минус – это огромный наплыв туристов. В Сицилии есть развлечение и для детей. Ближе к западу находится Манделла, это место привлекает своим живописным видом и мягким белым песком. Побережье окружено парками, деревьями и дорогими виллами. Для туристов с детьми пляж подходит идеально. На востоке ожидает пляж Кампофиличи-Дирачалла. Большая поверхность побережья – галечная. Подходит для тех, кто любит глубину, метрах в 20 от берега дно, пропадает, и маленькое скопление людей. Лучше отправляться сюда на отдых без маленьких детей. Джординин Аксас Сицилия Достопримечательности Отдых – огромное количество пляжей. На Сицилии невозможно объехать за краткий отдых, так что стоит приехать сюда на несколько недель, а лучше на месяц. Пляжи с «самым белым песком» – Марина Дирагуза. Пляж, покрытый мягким белым песком, прекрасно подойдет для комфортного отдыха, все включено. Рядом с прибрежной зоной возвышаются виллы, видна стоянка яхт, спортивные точки для игры в гольф и теннис. Есть здесь рестораны на любой гастрономический вкус. Ехать можно на автомобиле или общественном транспорте. Посещение пляжа бесплатно. Сан-Вита Ло Капа – чудесный северный пляж, пребывание на нем бесплатно. Доехать можно на общественном транспорте из Тропании и Палермо. Фонтане Бьенче Вот где можно отдохнуть на Сицилию море, действительно, пляж с белоснежным песком, который можно сравнить по красоте с островом, окружанным океаном. Такой эффект происходит из-за прибрежных скал, состоящих из известняка, волны выносят и стертые в крошку остатки камня. Белые фонтаны, каждый год приезжают тысяч отдыхающих и занимают всю свободную площадь. Пляж небольшой, часть отдыха – бесплатная, но есть и участки, отданные под отдых отелем с высоким тарифом за посещение. Таармина Красивейший пляж, собирающий за сезон толпы людей, жаждущих отдохнуть. По размеру, это маленький пляж вблизи от острова Изала Белла. Можно добраться до него на фуникулёре. В августе, чтобы увидеть эту красоту, приезжают тысячи туристов. Каламаске Бесплатный для посещения пляж, славится своей чистотой. Он раскинулся на территории заповедника Вендикари. Сюда не добраться на автомобиле, зато можно лубоваться красотой естественной природы. Каратойс Поможет увидеть звезды Италии. Это место вблизи городка Портапольо, Дико Папассера. Оно очень красиво, зона пляжа поделена на несколько частей. За посещение пляжа введена обязательная плата. Добраться сюда можно только на автомобиле по объездной дороге. На заметку. Приятным бонусом здесь будет наличие целебных процедур из белой глины. На Сицилии хорошее сообщение транспорта, поэтому добраться почти до любой точки можно на поезде, автобусе или личном авто. Исключения составляют заповедные территории, такие как пляж Каламаске или места с VIP-статусом «Каратойс». Перечисленные курорты на Сицилии идеальны для отдыха в сентябре за счет своего расположения. Пляжи имеют разный уровень обустроенности. Если туристы оказались на частной территории пляжа, им придется заплатить от 6 до 15 евро звездочка. В эту сумму входит выдача зонта, шезлонга, пользование местом для переодевания, а также проведение уборочных работ на пляже. Если туристы идут на городской пляж, их деньги останутся целы, но нужно будет принести все необходимое. Это интересно. На Сицилии существуют «черные» пляжи. На самом деле они покрыты не песком, а мелкими частичками лавы из знаменитого вулкана Этны. Можно побывать на них в катании и очариале. Рисунок. 6. Сезон Венчерфинга на Сицилии Высоким рейтингом пользуется Сицилия у почитателей Венчерфинга. Все необходимое для приятного увлечения имеется в наличии. Это прекрасная погода, чистое море, высокие волны, масса школ Венчерфинга, прокат досок и не счесть спортивных магазинов. В начале сентября открывается официальный сезон Венчерфинга на Сицилии. Конечно, не стоит исключать лето, когда волны достигают высоту нескольких метров. Но летом пляжи переполнены, а спортсменам хочется простора. В осенний период можно совместить занятия серфингом и отдых на песчаном берегу. Место для Венчерфинга придется выбирать. Все зависит от погодных условий, а именно, от ветра. Но не пугайтесь, на Сицилии огромное количество пляжей, если в одном местечке ветра нет, то в другом обязательно подходящие условия. Пользуются спросом районы Аргиджинта и Изала, не отстоят и Гольфа Ди Катания и Пачино. Величественная архитектура, необыкновенная природа и отдых на любой вкус, и все это на Сицилии. Стоит приехать сюда, чтобы сделать свой отпуск незабываемым. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года.